Александр, поздравляем вас с победой в матче. Расскажите, пожалуйста, как он прошел, о ваших впечатлениях, о том, есть ли вообще силы еще? Не, ну, прошел тяжело, как бы все партии были напряженные, даже вторая в классику в какой-то момент стала чуть-чуть напряженная. Ну, как бы сначала в первой классике у меня были большие шансы на выигрыш, ну, вторая относительно неинтересная ничья, потом в первом рапиде, ну, наверное, без ферзя я где-то мог проиграть, я так подозреваю, вот, ну, на самом деле, как бы я, там компьютер, там плюс четыре ему дают, но там, ну, что-таки, на самом деле, практические шансы какие-то были, ну, маленькие, но были, вот. Вот, потом очень напряженно было в Челябинском во втором рапиде, то есть, ну, в один момент я мог выиграть, но это, в общем, случайно получилось, он что-то ради красоты, там, ходы переставил. Вот, потом в Берлине, ну, наверное, у меня лучше было в какой-то момент, но напряженно. И в последний, ну, последний, наверное, самое захватывающее получилось, то есть, ну, сразу я большой перевес получил, но, как бы, все очень запутано, то есть, я как-то пытаюсь просто ферзя поймать, но как-то он не поймался, какие-то жертвы, я, наверное, без фигуры был в какой-то момент, ну, в смысле, ну, как бы, это запланировано было уже в тот момент, это я не земнул, вот, и, ну, а закончилось, да, когда уже как-то все, так сказать, немножко рассосалось, то есть, у меня это с лишней пешкой, ну, выигранная позиция, в общем, я еще две съел, и тогда он сдался. Ваш следующий оппонент Максим Вашьелограф, скажите, пожалуйста, как вы будете готовиться к матчу, готовились вы заранее, и как вы оцениваете ваши шансы? Нет, ну, заранее, конечно, я не готовился, как можно, к четвертому кругу заранее готовиться, ну, да, один из сильнейших игроков, и, ну, в общем, во все контроли, то есть, и в классику, и в быстрый, и в блиц, так что, ну, как готовиться буду, ну, наверное, отдохнуть сегодня не самая плохая идея. А какая будет стратегия на матч? Ну, вообще, стратегия на каждый матч, как бы, я не знаю, бороться за каждое, не знаю, поле на доске, за каждую пирогу, за каждую минуту на часах, хотя вот это у меня не очень хорошо получается, но на самом деле я пытаюсь, как бы, у меня вот на все матчи такая стратегия. Ну, вот, к примеру, Евгений Найр сказал, что он, наверное, хотел больше пройти на тайбрейк против Каруаны, потому что все-таки в классику Каруана намного сильнее играет, а Владимир Федосеев сказал, что он готовился заранее, практически целый месяц он готовился к первым трём, к первым, к первым трём, но, естественно, к первому кругу не так сильно, но к Энер-Киеву и к Накаморе он специально готовился. Можете рассказать о вашей подготовке заранее к Кубку мира? Ну, я, наоборот, я больше всего, наверное, к первому раунду готовился, потому что там ты уверен, с кем играешь, но не знаю, мне кажется, это как-то отлукаво вот это готовиться к третьему кругу, там, к пятому, можно еще к финалу сразу готовиться, ну, не знаю. У каждого своя стратегия. Ну, да. Стало ли для вас сюрпризом то, что так много топовых конгресс-мастеров уже выбыли из Кубка мира, включая Магнуса? Ну, не знаю, мне кажется, так часто бывает, то есть, мне кажется, ничего тут не намного больше выбыло, чем обычно выбывает, мне так кажется. Ну, просто для меня, я не знаю, там, Крамник Иванчук, для меня один супер игрок, и второй супер игрок, для меня нет такого, что, как бы, это сенсация или что-то такое. Ну, конечно, когда Магнус, вот это единственное, что можно назвать сенсацией, ну, и то, как бы, история с шортами затмила, то есть, мне кажется, никто внимания особо не обратил даже, что он выбыл. Ну, как бы, так партия сложилась, как бы, то есть, его соперник очень плохо дебют разыграл, и потом Магнус зевнул вот этот ход, что он бьет аж три жертву, и мог ничью сделать, но, видно, у него какое-то раздражение было, типа, ну, что это он так плохо играет, а я буду сразу ничью делать белыми, и, как бы, он рискнул, ну, причем, как бы, с практически точки зрения, ну, безумно рискованно сыграл и проиграл, а потом черными не смог отыграться. То есть, какой-то такой матч немножко получился, ну, как сказать, ну, какой-то, ну, не оборванный, ну, какой-то немножко неполноценный что-то.